Во многих школах России эта неделя прошла под знаком космоса. Космической она стала и в гуманитарной гимназии подмосковного города Одинцова. Наш институт представляет собой многоуровневую систему образования, в которую входит и гимназия, и колледж, и институт. И тема космоса нас интересует уже давно. Выбор этого учебного заведения не случай. Одинцовский гуманитарный институт, при котором работает гимназия, участвует в пилотном проекте Роскосмоса. Для того, чтобы космические технологии эффективно заработали на Земле, необходимы не только группировки спутников и наземная инфраструктура, но и космический менеджмент. Если ваш институт берется за эту работу, готовит кадры еще, Роскосмос будет всячески содействовать и работать с Министерством образования по этому вопросу, по открытию здесь, подготовке и переподготовке кадров. Российскому космосу нужна талантливая молодежь. Космонавты убеждены, интерес к космической тематике закладывается с детства. Вопросы очень были интересные, хорошие. И ребята задавали, и девочки задавали. Я надеюсь, что кто-то из них придет в космическую промышленность. Уже традиционными стали конкурсы детских рисунков, проводимые под эгидой Федерального космического агентства. Лучшие работы становятся эмблемами космических экипажей МКС. Победителем очередного конкурса стал учащийся Одинцовской гимназии Витя Монин. Теперь его рисунок станет эмблемой экипажа, который в июне отправится на орбиту. Награда победителю – своими глазами увидеть старт космического корабля. Вслед за юным художником на сцену поднялся его знаменитый тезка, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Виктор Савинев. В детстве он и не думал, что станет космонавтом, поскольку такой профессии попросту не было. О полете Гагарина узнал, когда служил в армии. Рассказ Виктора Петровича настолько вдохновил ребят, что на вопрос, кто хочет стать космонавтом, взлетнулся лес рук. Посмотрите, космонавты! Экскурсия гостей из Роскосмоса завершилась в первом амплассе. Здесь опять были вопросы, ответы и даже стихи, конечно же, о звездах. Так видим мы галактики, родной, далекий свет. Простор для космонавтики нас много тысяч лет. Возможно, для кого-то из этих ребят такое прикосновение к космосу станет судьбоносным. И теперь за партой сидит не просто школьник, а будущий космонавт или конструктор кораблей 21 века.